С вами новости спорта. Я Марина Азиапина. Здравствуйте. Начну с нового турнира, который появился в соревновательном календаре местных баскетболистов. Оздоровительный проект Лига уличного баскетбола, который запустил Минспорт Удмуртии, вызвал огромный ажиотаж у всех любителей побросать мяч в корзину. Накануне на асфальтовом покрытии в центре Ижевска был аншлаг. Дмитрий Ворононин, свидетель. Скрытый пас, проход под щит и эффектный бросок в корзину. Вот так Константин Коловизнин и его квартет креативных стритболистов умело расправлялись со всеми соперниками в течение всего дня, проходя квалификацию. А вот попав в решающую кульку Лиги уличного баскетбола, разволновались и пару главных матчей проиграли, завоевав Ижбронзу. Ваша команда сегодня третье место заняла, да? Довольны своим выступлением в турнире? Ну, конкретно сейчас, да, в общем не очень. Хотелось бы больше, конечно. Первое место мы приезжали забирать. Впрочем, особо расстроенных в этот день не было. Играли все для души. Новая оздоровительная акция Лига уличного баскетбола – это уже второй проект в рамках республиканской программы противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту в Удмуртии. Весной, напомним, были проведены соревнования детской лиги плавания. В этот раз играли баскетболисты, которые масштаб и цели проекта оценили. Положительный момент. Создается все, чтобы люди играли. Даже несмотря на то, что им мало площадок в городе, даже создаются площадки на таких местах, даже рядом общедоступных. Это очень хорошо, потому что люди хотят играть. Мы рады, что появляется такая возможность все больше и больше. Регламент Лиги уличного баскетбола многоэтапен. На первом проводятся отборочные матчи в городах и селах Удмуртии. Второй этап – это зональные соревнования для всех желающих в Ижевске. Лучшие попадут и Суликанский финал. Круговорот всех этих страстей позволяет организаторам надеяться. В баскетбольную орбиту они вовлекут тысячи участников. Что нужно, чтобы как можно больше людей охватить? Деньги, спонсоры, площадки, инвентариум? Ну, все, что вы перечислили, как раз, да, я думаю, что необходимо. Сейчас все-таки развивается в направлении уличного баскетбола. Непосредственно есть и оборудование, вот место, очень удобное место как раз, что асфальтовая площадка есть. И да, если будут какие-то еще друзья, поддержка, спонсоры, будет, конечно же, не лишним абсолютно. Это позволит, на мой взгляд, привлечь еще больше желающих. Республиканский финал Лиги уличного баскетбола намечен на 1 сентября в Ижевске. Под баскетбольными счетами вновь будет жарко. И в продолжении темы игровых видов спорта в Ижевске стартовало зональное оперенство России по футболу среди 16-летних юношей. Хозяева турнира «Зенитовцы» уже одержали 4 победы, последнюю накануне на Доктаном из Перми 2-1. Завтра на поле школы футбола наши парни сразятся со своим главным соперником в борьбе за золото – Челнинским КамАЗом. Начало встречи в 2 часа дня. Другим темам юные шашисты Удмуртии неплохо выступили на Европейском форуме в Польше. Наград они завне завоевали, но нервы соперникам в ходе турнира потрепали. Остановившись в итоге в шаге от подиума. Четвертое место у Полины Болотковой, Романа Льдоковой, Андрея Филимонова. В конце августа у ребят первенства мира по русским шашкам. Готов сани летом, телегу зимой. Этой поговорке всегда следуют наши лыжники. Летние месяцы они проводят с пользой для себя, выступая на соревнованиях. О лыжероллерной программе чемпионата приложения в нашем следующем материале. Любители экстрима на комплексе собралось более 200 человек. Этот вид программы один из самых опасных. Ведь на лыжероллера гонщик на трассе развивает скорость порядка 70 км в час. Справиться с ней зачастую удается не всем. Достаточно на дистанции также затяжных подъемов и скоростных спусков, на которых не обходится без падения. Ну, сами понимаете, роллеры, невозможно на них резко затормозить там или еще как-то. И если уж что-то попадет, помешает под колесо, что-то попадет или человеческий фактор, то можно очень здорово упасть и здорово ободраться и вплоть до переломов. Чтобы этого избежать, юный биатлонист Дмитрий Быстров перед стартом проверил с лыжероллера и не раз. Сначала проверяем все болты и гайки, потом разбираем, все чистим, смазываем. Дмитрий считает, халатность может привести к травме. А у Димы впереди зимний сезон, и этот старт он использует как тренировку и подготовку, как, впрочем, и все остальные участники зонального первенства. Роллерная подготовка имитирует лыжный ход полностью. То есть очень похожи летняя роллерная подготовка и зимняя лыжная подготовка. И поэтому проводятся контрольные старты и контрольные соревнования для того, чтобы понять, как лыжник готов на данный момент к зиме. Отработали лыжники сегодня на трассе на 5 с плюсом, выполнили все технические соревновательные задачи. Но победителями турниров гонки на 5,8 километров коньком стали кировчанин Денис Катаев и Ольга Репницына из Башкирии. Удмуртские гонщики Оксана Шамшурина и Григорий Хохряков вторые. Отлично выступили на зональном турнире и брандмейстеры Удмуртии в Средловском городке Лесной. Они выиграли три медали в боевом развертывании, в установке и подъеме по трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни и штурмовке, заняв в общем зачете второе место и завоевав путевки на чемпионат страны в Переп. Там же наши пожарные заняли места во втором десятке. А в Ижевске тем временем продолжается теннисный турнир в памяти спортивного журналиста Геннадия Баталова. Пока впереди в группе ветеранов Рима Рязанцева, а также Сергей Бусаргин и Александр Полушкин. Победители определятся сегодня поздно вечером. Завтра у участников парный турнир. Это все новости спорта. До встречи завтра.